Легенды, песни и марийские сказания в одной постановке. В музыкальном театре отмечают юбилей первого национального балета «Лесной легенде» в 40 лет. Впервые ее поставили на марийской сцене в 73-м году. Новую жизнь в «Лесную легенду» вдохнули в 2005-м. Тогда обновили костюмы, декорации, реквизит. Сейчас в Национальном музее балету посвятили целую выставку. Для нее театр – это дом, а ученики – как дети. Первой, получившая в конце 60-х годов статус примы-балерины театра оперы и балета Алла Александрова, говорит, по-другому и не могло быть. Сначала танцевальный кружок, затем хореографическое училище и, наконец, сольные партии в театре. Сейчас Алла Яковлевна вспоминает. Самой любимой и ответственной для нее осталась сольная партия «Эрики» в Национальном балете «Лесная легенда». Тот спектакль, конечно, мой спектакль. Я и жила очень долгое время, и он ставился на меня, и он мне дорог и близок. Постановка национального балета стала уникальным опытом для всего театрального коллектива. Композитор Анатолий Лупов долго вынашивал идеи музыкального произведения, изучал «Марийский колорит» в танцах, песнях, обрядах, костюмах. Либретто балета «Лесная легенда» повествует историю молодого охотника Оксая, вступившего в борьбу со злым волшебником Кереметом. Я просто очень хотел написать балет в это время, потому что автор был уже симфонических произведений, там симфоний, концертов и так далее, но очень хотелось написать балет. И я стал собирать «Марийские сказки». В балете стилистика национальных танцев сочетается с классической и современной хореографией и потому пользуется большим спросом у жителей республики. На национальный спектакль очень сложно завлечь публику, как правило, ее дают на школьников. Вот сколько мы ставили «Лесных легенд», мы по два, по три раза в сезон ставим этот спектакль, всегда аншлаги, всегда это вечерний зритель и традиционно билеты достать невозможно. Первый сценический костюм главной героини Эрики, ее пуанты, головной убор, портрет балерины, кроме этого первая либретто, подлинный клавир и фортепьяная рукопись. В Национальном музее имени Тимофея Евсеева все бережно хранят. Экспонаты собирались покрупиться. Прекрасное ее концертное платье, очень нам до урага, оно сделано просто. Правда, натуральный крепдышин. Просто, но, понимаете, в этой простоте как раз вот эпоха чувствуется. Вот эта целомудренность какая-то. В общем, это очень такое характерное платье. Изучать историю балета не по книгам, а по реальным экспонатам. Об этом мечтает любая балетная школа. Теперь в Национальном музее имени Тимофея Евсеева и такое возможно. Для всех желающих здесь проведут экскурсию. Выставка «Лесная легенда» стала хорошим примером сотрудничества театра и музея. Таким, пожалуй, и должно быть искусство. Без границ и близким каждому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова